Ну что, нам осталось еще два свойства. Промежутки знака постоянства и промежутки монотонности. Вот сегодня мы их и изучим. Это учебный центр интенсив курс. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик и вперед. Рассмотрим с вами функцию, заданную графически. Итак, следующее свойство, которое мы с вами изучаем, это промежутки знака постоянства. Промежутки знака постоянства – это промежутки, на которых функция принимает свои положительные и отрицательные значения. Что это значит? Как мы с вами видим, вот наш идет график. Какая-то часть графика находится выше оси Х, то есть вот эта вот часть, а какая-то часть графика находится ниже оси ОХ, то есть вот эта вот часть. Как раз-таки вот на этих промежутках функция и принимает свои положительные сверху и отрицательные снизу значения. Осталось лишь понять, как это нам с вами записать. Давайте начнем с того, где функция принимает свои положительные значения. Функция принимает положительные значения, значит y должно быть больше нуля. y больше нуля, где? Теперь пишем, при каких x функция больше нуля. Запомните себе, говорим мы с вами про y, а пишем про x. Итак, функция принимает положительные значения при x принадлежащем. От минус 8, включая квадратная скобочка, до минус 7, не включая круглая скобочка. Почему скобочки отличаются, я вам расскажу чуть-чуть попозже. Значит, от минус 8 до минус 7, потому что выше оси у x. Дальше, следующее, от минус 3, потому что здесь начинается следующий промежуток, и до 5 по x. Значит, дальше записываем знак объединения, от минус 3 не включая, до 5 не включая. И следующее, смотрим промежуток, где у нас тут сверху, вот, от 8 не включая, до 10 включая. Вопрос теперь, почему здесь мы ставим квадратную скобочку, а здесь мы пишем круглую? Запомните себе такой момент. Если точка графика не лежит на силу x при записи промежутков знака постоянства, то тогда скобка будет квадратная. Как, например, минус 8. Минус 8, точка с соответствующей абсциссой не лежит на силу x. Если же точка с данной абсциссой лежит на силу x, то в этом случае будет круглая скобочка. Например, минус 7. Вот, точка лежит на силу x, поэтому круглая скобка. Давайте дальше. Минус 3, 5. Вот мы от минус 3 двигаемся, круглая скобочка, потому что лежит на силу x. И до 5 тоже круглая скобочка. И от 8 не включая. Вот 8. Мы двигаемся от оси у x вверх. И до 10. 10 не лежит, поэтому будет квадратная скобка. Дальше идем. Если мы с вами минус 8, минус 7 в этом случае будем записывать как двойным неравенством, то получим следующее. y больше 0 при x больше либо равном минус 8 и меньше, чем минус 7. при 3 меньше, чем x и меньше, чем 5, и x больше, чем 8, но меньше либо равном, чем 10. Это мы с вами записали те промежутки, на которых функция принимает положительные значения. Теперь те промежутки, на которых функция принимает отрицательные значения, то есть y меньше 0. Если меньше 0, значит часть графика должна находиться под осью у x. Итак, вот наши с вами промежутки, где график под осью. Двигаемся от минус 7 до минус 3. x принадлежит, не включая от минус 7 до минус 3, не включая, потому что точки находятся на оси у x. Это был первый промежуток и второй промежуток. Начинаем от 5 до 8. Значит, ставим значок объединения и от 5 до 8, не включая эти значения. Или же, если мы с вами будем записывать это двойным неравенством, то при x большем, чем минус 7 и меньшем, чем минус 3, и x большем, чем 5, но меньшем, чем 8. Теперь давайте поговорим про промежутки монотонности в этом случае. Что же это такие за промежутки? Промежутки монотонности – это те промежутки, на которых функция либо возрастает, либо убывает. Что это значит? Вот давайте поставим ручку. Ручка двигается вниз, значит функция убывает. Если ручка начала двигаться вверх, то функция возрастает. Снова ручка двигается вниз, убывает, и снова вверх возрастает. Все достаточно просто. Теперь нам нужно записать эти промежутки. Берем ручку. Начинаем мы наш путь по x от минус 8. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. И вот тут мы резко начинаем потом идти вверх. Значит, мы дошли до минус 5 по x. Значит, убывает наша функция при x принадлежащем от минус 8 до минус 5. У меня написано вот такой вот значок убывания. На самом деле так писать нельзя, но для сокращения я его буду использовать. Вы тоже можете, но лучше не в самостоятельных работах. Итак, значит, теперь мы двигаемся вверх, вверх, вверх. Дошли до нуля по x. И снова наша ручка двигается вниз. Двигается, двигается, пока не доходит до шестерки. Значит, следующий наш промежуток от нуля, включая, до шести, включая. Кстати, обратите внимание, промежутки монотонности всегда записываются с квадратными скобками. Дальше теперь промежутки, на которых функция возрастает. y возрастает. При каких x? Итак, вот от минус 5 мы начинаем двигаться вверх. Двигаемся, двигаемся, доходим до нуля по x. Потому что дальше ручка у меня пойдет вниз. Соответственно, наш промежуток от минус 5 до нуля. От минус 5 до нуля. Потом мы снова двигаемся вниз, доходим до шестерки. И снова наш график идет вверх. Потому что ручка пошла вверх. Соответственно, от 6 мы начали и до 10 дошли. То есть от 6, включая, до 10. Ну что ж, давайте это все закрепим на следующем графике. Вот давайте рассмотрим вот такой вот график. Сначала идем вверх, потом прямо, потом вниз. Итак, начинаем с промежутков знака постоянства. Какая-то часть графика сверху, какая-то часть графика снизу от оси OX. Начнем с той части графика, которая находится выше оси OX. Итак, мы с вами двигаемся в этом случае от минус 7, не включая. Потом двигаемся. Здесь все равно мы еще пока положительные. И двигаемся вниз, доходим до восьмерки. Соответственно, Y больше 0 при X принадлежащем от минус 7, не включая, до 8, не включая. Круглые скобочки. Почему скобочки круглые? Потому что данные точки лежат на оси OX. Или же, если мы с вами это будем записывать двойным неравенцем, то получится при X большем, чем минус 7 или меньшем, чем 8. Дальше идем. Теперь те промежутки, при которых функция принимает отрицательные значения, то есть Y меньше 0. Та часть графика, которая находится снизу относительно оси OX. Снизу относительно оси. Вот эта часть и вот эта часть. Вот и записываем эти промежутки. Мы здесь двигаемся от минус 8, включая, потому что точка не лежит на оси OX. И доходим до минус 7, не включая, потому что точка лежит на оси OX. И дальше от 8, не включая, и доходим до крайней точки, до 12. Включая, соответственно, знак объединения от 8 круглая скобка до 12 квадратная скобка. Или же, если мы будем записывать это двойным неравенством, то при X7 больше либо равном, чем минус 8, но меньшем, чем минус 7. И также X7 больше 8, но меньше либо равном, чем 12. Теперь промежутки монотонности, то есть промежутки возрастания и убывания функции. Итак, где у нас с вами функция возрастает? То есть ручка должна идти вверх. Вот, у меня как раз ручка идет вверх. Соответственно, возрастает функция от минус 8 и до минус 5. Так и записываем. Y возрастает при X, принадлежащем промежутку. От минус 8, включая, до минус 5. Дальше идем. Теперь, где функция убывает? Продолжаем наше движение. Вот мы двигаемся. И вот здесь мы не идем ни вверх, ни вниз. Такой промежуток в данном случае будет постоянный. Ни возрастания и ни убывания. Вот мы доходим до пятерки по X, и наша ручка начинает двигаться вниз. Соответственно, теперь это промежуток убывания функции. Двигаемся мы от 5 по X до 12 по X. Соответственно, Y убывает при X, принадлежащем от 5 до 12. Это был графический способ задания функции. А теперь попробуем на формульном. Вот у нас с вами есть функция Y равно X плюс 10. И наша с вами задача определить промежутки знака постоянства данной функции. Промежутки знака постоянства – это промежутки, на которых функция принимает положительные и отрицательные значения. То есть вот наша функция. Она должна быть положительной, то есть больше нуля. Y должен быть больше нуля. Или отрицательной, то есть Y меньше нуля. Итак, если Y должен быть больше нуля. Вот он. То и X плюс 10 должно быть больше нуля. Логично? Логично. Это больше нуля и это больше нуля. Значит, X плюс 10 больше нуля. Получаем с вами линейное неравенство, которое достаточно просто решается. Каким образом? Мы плюс 10 переносим вправо и не забываем поменять знак. Получим 0 минус 10. 0 минус 10 это минус 10. Получаем х больше, чем минус 10. И вот это вот наш ответ. Это и есть тот промежуток, на котором функция принимает положительные значения. То же самое с отрицательным. y меньше 0. Значит, х плюс 10 должно быть меньше 0. Переносим. Получаем х меньше минус 10. Давайте попробуем еще на одной функции. a равно 7b минус 35. Вот это b аргумент функции. a это функция. Функция должна принимать положительные или отрицательные значения. То есть a должно быть положительным больше 0 или отрицательным меньше 0. Итак, если a больше 0, вот наш a, то и 7b минус 35 тоже должно быть больше 0. Соответственно, решаем простое линейное неравенство. 7b минус 35 больше 0. Как мы его решаем? Минус 35 переносим вправо. И не забываем поменять знак. Получим 0 плюс 35. 0 плюс 35. Это будет 35. Получаем неравенство. 7b больше 35. Осталось только его решить. 7b больше 35. Разделим обе части неравенства на 7. Мы делим на положительное число. Знак неравенства не меняется. 35 поделить на 7. Это будет 5. Получаем b больше 5. И вот это наш промежуток, на котором функция принимает положительные значения. Соответственно, то же самое и с отрицательным. а меньше 0, значит 7b минус 35 тоже должно быть меньше 0. Минус 35 переносим. Получаем 7b меньше чем 35. И b меньше 5. Вот и вся тема. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотр. И ждем вас в следующих видео.